Девушки отдыхают Девушки отдыхают Фильмы по повести Стивена Кинга «Лангольеры» Кинга «Лангольеры» Она невинный, посторонний человек И что в этом нового? Скажи им, что я согласен Это нужно сделать к следующему четвергунек И это должно случиться в Бостоне, где он живет Увидимся в Лондоне в субботу Отметим успех пинта и пива Белая зона только для быстрой посадки и высадки пассажиров Не оставляйте свою машину в белой зоне Иначе она будет немедленно отбуксирована Мистер Тумми! Мистер Тумми! Слава Богу, я вас поймал Я проверил данные о покупке иностранных облигаций Оказалось, что вы не заработали, а потеряли 43 миллиона Я знаю Знаете? Конечно Я ведь глава отдела облигаций Я позвоню из Бостона Мистер Тумми, вы не можете лететь в Бостон? Все операции были одобрены лично вами Совет директоров уничтожит вас Я знаю Поэтому я и должен лететь А ты успокойся, все будет хорошо Даже... Прекрасно В голове этого человека творится что-то странное Не сейчас, Дайна Я подвезла тебя до аэропорта Теперь ты мне скажешь, зачем ты летишь в Бостон Дорис, ты же знаешь, что не скажу Но это так не похоже на тебя Ты вдруг летишь в незнакомый город И даже не говоришь своей лучшей подруге Почему? Рейс 29 до Бостона Это мой рейс, мне пора Пока Простите Регистрация у стойки номер 51 Пока Пока Автор сценария Том Холланд По повести Стивена Кинга, Лангальера Из сборника 4 минуты после полуночи Режиссер Том Холланд Черт, эти приборы ничего не показывают Утечка давления может быть где угодно Не беспокойся, теперь этим займутся инженеры Как я могу не беспокоиться? Ты знаешь, что такое разгерметизация? Мы могли превратиться в паштет Не знаю, может Я засиделся на этой работе Капитан Энгл Да, знаете что, мы так и не нашли утечку Я не насчет утечки, капитан Можно вас на пару слов? Зачем? В чем дело? Давайте выйдем Вы мне скажете, что происходит? Это насчет вашей жены Моей жены? В смысле, бывшей жены Мы в разводе, аж там Произошел несчастный случай Пожалуй, нам стоит зайти в мой кабинет Что с Энни? Она пострадала? Она умерла? Да К сожалению, да В ее квартире произошел пожар Вы в порядке, капитан? Да Это шок Сейчас в Бостон вылетает ночной рейс Если хотите, отправляйтесь с ним Да, пожалуй Дамы и господа Продолжается посадка на рейс 29 Авиакомпании American Pride До Бостона Похоже, полный самолет Кажется, да Что с погодой? Облака на 6000-х от Великих Равнин до самого Бостона Да и над пустыней Мохаве замечено северное сияние Северное сияние? Над Калифорнией в это время года? Да, странно В этом году погода сильно чудит Я просил место у окна Я люблю сидеть там, видите? Да, конечно Место у окна Я хочу место у окна Поговорите... Нет, вы поговорите с кассиром А я буду говорить только с вами Я хочу быть не ее, а вашей проблемой Такие бывают на каждом рейсе Всегда Похоже, самолет сегодня будет полон Пожалуйста, уберите всю ручную кладь В багажное отделение над вашими креслами Если у вас возникнут трудности Экипаж самолета поможет вам Что ж Будем прощаться, капитан Приятного полета И примите мои соболезнования Спасибо Простите Извините Американ Прейт-29 Дано разрешение на вылет Приятного полета до Бостона Пристегните ремни Сегодня мы прилетим над Скалистыми горами Денвером Мимо Каролины И над Сент-Луисом Затем мы возьмем курс на Бостон Так что, друзья, отдыхайте Я желаю вам приятного полета И спасибо, что выбрали авиакомпанию Американ Прайд Тетя Вики Тетя Вики, можно мне воды? Тетя Вики Тетя Вики Тетя Вики Пожалуйста, кто-нибудь ответьте мне Простите, моя тетя ушла А я слепая Здесь кто-нибудь есть? Кто-нибудь? Господи Пусть здесь будет хоть кто-нибудь Кто-нибудь Все хорошо? Все хорошо Все в порядке Что случилось? Где все? Они пропали Все пропали Как это, где все? Они все здесь Что случилось? Пока я спал, мы приземлились и высадили всех? Где моя тетя? Мне нужна моя тетя Пожалуйста, найдите ее Все будет хорошо Как тебя зовут? Дайна Я не могу найти свою тетю Я слепая Я не могу ее увидеть Я проснулась, а ее сидение было пустым Кто кричал? Мистер, с самолетом что-то не так? Где все? Что происходит? Мы уже в Бостоне? Мне нужна моя тетя Тетя Вики Тетя Вики Что здесь происходит? Кто-нибудь заткнет эту девчонку? Ты не одна Здесь есть люди Ты их слышишь? Да, слышу Но где тетя Вики? И кого убили? Убили? Кого-то убили? Нас похитили? Никого не убили Я нащупала ее волосы Кто-то состриг ей волосы Раз, два, три, четыре Нас десять Плюс вы Еще парень спит в первом классе Что с экипажем? Их уже нашли? Еще нет Я как раз собирался все выяснить Побудьте с ней Да, хорошо Но что происходит? И приходите с ответами Пожалуйста, успокойтесь Все мы немного нервничаем, но... Ребята, открывайте Как вы думаете, что случилось? Может быть, самолет сел и высадил все? Я не знаю, я спал Вы учительница, не так ли? Да, я преподаю в пятом классе А как ты узнала? У вас такой голос Мисс Ли, моя учительница в школе Для слепых говорит прямо как вы Прошу меня простить Я присоединюсь к нашему другу Я хочу знать, что здесь происходит И я хочу знать это сейчас же Я совсем не удивлен Ты сказала, что почувствовала чьи-то волосы Что ты имела в виду? Там, на одном из сидений Я потрогала чьи-то волосы Это? Это парик, это не скальп Ты что почувствовала? Что видите? Ничего, только горы и мрак Что такое? Экипаж исчез со всеми? Да, нет, не знаю Они мне не отвечают Дверь заперта изнутри Этого я и боялся Простите, что он напугал вас Ник Хоппелл Надеюсь, сэр, что фуражка пилота Которую я заметил на сидении В первом классе Ваша? Да, я капитан Энгел Но в этих обстоятельствах Зовите меня Брайаном Я буду звать вас спасителем Если мы найдем за этой дверью То, что рассчитываем найти Что ж Попробуем ее открыть Так Ну-ка Ну-ка Неплохая загадка Не правда ли? Боже Да Тут вы правы Чей-то мост? Этого я и боялся Что здесь происходит? Извините Выходите оттуда Кто там? Привет Да Я хочу знать, что происходит Сейчас мы пытаемся Открыть дверь в кабину пилотов Похоже, экипаж свалился Всеми остальными Но нам повезло Мой новый знакомый Оказался пилотом Вы работаете в Американ Прайд, дружище? Да Но сейчас важно... Нет, нет, я вам скажу, что важно Простите? Я скажу вам, что важно Знаете, что важно? У меня встреча в Борстонском сберегательном центре В 9 часов утра Ровно в 9 часов Вот что важно Я купил билет на этот рейс Положившись на вас И я совершенно не намерен опаздывать на свою встречу Постойте У меня к вам 3 вопроса Вопрос первый Кто разрешил совершить внеплановую посадку, пока я спал? Вопрос второй Где была посадка? И вопрос третий Почему? Почему ее сделали? Вы видели мистера Спока в Звездном пути? Что вы несете? Если вы, идиот, не заткнетесь Я с радостью продемонстрирую вам его знаменитый вулканный усыпитель Не смейте так говорить со мной Вы знаете, кто я? Конечно знаю Вы мерзкий выскочка, который любит прятать страх за агрессией Это не страшно, но вы нам мешаете Слушайте меня Вот так захват Я могу сломать его Это проще простого, поверьте мне Я сказал, что могу сломать его Вы меня поняли? Если поняли, дайте знак Послушайте Мне некогда обсуждать ваши деловые встречи Вы вернетесь в салон с этим джентльменом в полосатой рубашке Дон Гафни Мистер Гафни вас проводит Придя в главный салон, вы сядете на свое место Крепко пристегнетеся ремнем И будете помалкивать Вы меня понимаете? Поднимите большой палец, если понимаете Очень хорошо Сейчас я отпущу ваш нос Когда я это сделаю Если вы произнесете не то, что слово, а хоть слог Вы отправитесь в путешествие по неизведанному царству боли Суки! Ни слова, мистер Он не шутит Вам лучше пойти со мной Вы не Это вы зря Идемте Пошли Пошли Полечим ваш носик Что ж Давайте откроем дверь в кабину Ну же Самолетом никто не управляет Это случилось быстро Смотрите Посмотрите Посмотрите Вот Если вам нужны часы, выбор есть В главном салоне их целая тонна Да, ну Часы, драгоценности, очки И сумочки Но Самое странное Вещи, которые явно были у людей внутри тела Хирургические штифты Кардиостимуляторы Знаете, держа нашего друга за нос Я предположил примерно то же, что и он Что самолет где-то сел По какой-то причине И большинство пассажиров И весь экипаж как-то высадили Самолет не мог взлететь, пока мы спали Самолет летит на автопилоте Но для посадки и взлета Нужно ручное управление Тогда где пассажиры и экипаж? Не знаю Но собираюсь это выяснить Пожалуйста, дайте мне эту бумагу Высота правильная 11 300 Курс верный Что вы делаете? Смотрю, где ближайший крупный аэропорт Диспетчерская Денвера Говорит Американ Прайд Рейс 29, прием Диспетчерская Денвера Ответьте, пожалуйста Говорит Американ Прайд Рейс 29 У нас проблема Большая проблема Что происходит? Я ничего не слышу Вообще ничего Сос, Сос Говорит Американ Прайд Рейс 29 Нам срочно нужна помощь Ответьте, пожалуйста Объединенная диспетчерская Говорит Американ Прайд Рейс 29 Прошу срочно выйти на связь Прием Денвер, прием Ответьте, пожалуйста Это АП Рейс 29 Ответьте Спокойно, приятель Этот пёс тоже не залаял Что у них там? Атомная война? Подождите Что за пёс? А чем вы? Я имею в виду Диспетчерскую Денвера И АСС Аварийную спасательную службу И объединенную диспетчерскую Которая может направить меня В маленький аэропорт Это середина коротких волн Люди должны прыгать на нас Как лягушки на раскаленном тротуаре Я не слышу даже статики Автоматический маяк в Денвере Тоже не работает Что это значит? У нас нет радиосвязи У нас нет Денверского Навигационного маяка А по приборам Всё честь по чести Это брехня Этого не может быть Парень Сбегай, посмотри С левого борта Что там за нами? И скажи мне По приборам Мы в 80-ти километрах Южнее Денвера Там ничего нет Вообще ничего Денвер из-за темнения Да Или его больше нет Хорошо Возвращайтесь на свои места Нам нужны тишина и покой Мы и так не шумим Идёмте, мои юные друзья Посидим там У капитана много работы Что вы делаете? Настраиваюсь на диапазон военных самолётов Стратегическое командование Никогда не покидает эфир Что происходит? Капитан и этот англичанин Пытаются связаться по рации с аэропортом Думаю Нам нужно представиться Я Боб Дженкинс Я пишу мистику Я написал Больше 40 романов Но ничего Столь странного Меня зовут Лора Стивенсон Я преподаю в школе В долине Сан-Фернандо Это мой первый отпуск За 8 лет Что такое, дорогая? Меня зовут Дайна Белмонд Я лечу в Бостон На операцию После неё я снова буду видеть Возможно, буду видеть У меня 70 шансов из 100 Начать видеть хотя бы что-то И 40 из 100 Что зрение полностью вернётся Альберт Лауснер Я лечу в музыкальную школу в Беркли Я играю на скрипке Я Беттани Симс Я собиралась провести пару дней у моей тёти в Массачусетсе Ну, а теперь А вы, сэр, как вас зовут? А вы? Как зовут вас? Дон Гафни Чем вы занимаетесь? Я обслуживаю инструментарий В авиастроительной компании «Фьюз» Я лечу в Бостон К своей первой внучке Хорошо Мы хотя бы познакомились Теперь остаётся вопрос На 64 тысячи долларов Куда все делись И почему мы Не присоединились к ним? Диспетчерская ВВС Говорит Американ Прайв Рейс 29 Вы меня слышите? И этот пёс не лает Мы здесь совсем одни Совсем Абсолютно Совсем одни Слушайте меня, мой друг Нам паника не нужна В этом самолёте 10 человек И вы, как всегда, обязаны посадить их целыми и невредимыми Не надо меня учить Я только что это сделал Теперь вы выглядите лучше Кем вы работаете, Ник? Не говорите, что вы полицейские Я младший атташе посольства, старина Так я вам и поверил Так написано в моих документах Если бы написали по-другому, я был бы Механиком, Её Величество Я исправляю то, что нужно исправить Сейчас это вы Спасибо, со мной всё в порядке Что ж, хорошо И что вы намерены делать? Вы можете держать курс без этих Наземных маяков, чтобы не врезаться в другой самолёт? Я могу держать курс Здесь такое же оборудование, как везде Вот эта штука показывает Что других самолётов нет Значит, не нужно бояться, что мы в кого-нибудь влетим Так что теперь летим в Бостон? Аэропорт Логан На рассвете Один из самых загруженных аэропортов в мире Мы не знаем, что происходит на земле под нами Не исключено Нет, мы летим в Бангор, штат Мэн Думаю, пора сказать об этом пассажирам Господа, не подскажете, что случилось с обслуживающим персоналом? Я славно вздревнул, но... Куда все делись? Но это бессмыслица Куда все делись? Я не знаю Может быть Дамы и господа, говорит ваш капитан Какой ещё капитан? Заткнись Как вы знаете, мы попали в крайне странную ситуацию Мы не можем связаться с землёй Минут пять назад мы должны были чётко увидеть с борта огни Денвера Но мы ничего не увидели Это плохие новости Вот, хорошие Самолёт не повреждён У нас достаточно топлива И я умею управлять этой моделью И напоследок я хотел бы сказать, что мы направляемся в Бангор, штат Мэн Если кто не понял, повторяю, Бангор, штат Мэн Что? Наши навигационные оборудования в полном порядке Чего я не могу сказать о навигационных маяках В этих обстоятельствах безопаснее всего садиться в международном аэропорту Мангора У меня важная деловая встреча в Бостоне в 9 часов утра И я запрещаю вам сажать нас в каком-то захолустном аэропорту Мэна Вы меня слышите? Пожалуйста, не кричите Вы пугаете девочку Я пугаю девочку? Я пугаю девочку? Леди, мы летим в какой-то игрушечный аэропорт, не весть где? У меня есть проблемы посерьёзнее, чем пугать девочку Ну-ка, сядьте и заткнитесь, или я вам врежу В одиночку не справишься, чувак? Зачем в одиночку? Я тебе добавлю, если ты не заткнёшься Вот теперь мне страшно Если вы не прекратите, мистер, я им помогу Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо Хорошо Ладно Вы все против меня Хорошо Хорошо Все необязательно должно быть так, мистер Вы просто расслабьтесь Расслабьтесь Успокойтесь Кто-нибудь знает, как работает плита на кухне? Я так и думал Этот человек просто расстроился Теперь ему лучше Я уверена, что это не так Почему ты так говоришь? Иногда я слышу Ты чувствуешь себя намного лучше Нет, не почувствую К тому же я уже спала И больше я спать не хочу Видно что-нибудь? Я так и думал Я так и думал Мы все спали Мы все спали Все Я так и думал Мой милый мальчик Мой милый мальчик Решает провести эксперимент Мой подопытный А цель этого эксперимента С учетом обстоятельств Зафиксировать эффект сильного эмоционального стресса На нескольких обычных американцах Ученые, которые разрабатывали этот эксперимент Наполняют кислородные резервуары самолета Гипнотическим газом Без запаха Когда его выпускают в воздух Все засыпают Разумеется, за исключением пилота Который дышит чистым воздухом Через маску Затем капитан сажает самолет На секретном аэродроме В Неваде, например Где всех спящих пассажиров Кроме девяти подопытных Выбранных Случайным образом Аккуратно выносят из самолета И помещают на борт другого Идентичного самолета Затем капитан опять садится За штурвал 29-го рейса И возвращается на первоначальную высоту И курс Он включает автопилот Приводит в негодность системы связи И когда эффект газа начинает пропадать Капитан слышит по интеркому Голос маленькой слепой девочки Зовущей свою тетю Он знает, что она разбудит других Эксперимент Начинается Капитан Энгл Один из них? Ну В этом сюжете да Если капитан Энгл Один из тех, кто сделал это с нами Как только мы сядем Нужно будет задержать его Вы, я, мистер Гафни Может быть этот англичанин? Вы знаете, он разваливается Кто? Сюжет, который я вам рассказал Но вы сказали... Я сказал, что если бы дело было Только в этом самолете Я бы придумал сюжет Но, к сожалению Дело не только в этом самолете Денвер, наверное, все еще там Но в нем погашены все огни Если они погашены И не только в Денвере Это я могу вам сказать Омаха Демойн Сент-Луис От них там внизу не осталось и следа То, что произошло Произошло не только на этом самолете И тут дедукция мне отказывает Диспетчерская Сент-Луис Ответьте Говорит Американ Прайд Пассажирский 29 Повторяю Американ Прайд 29 Пассажирский прием Нигде ничего Ни на земле, ни в воздухе Кажется, вся страна Перестала существовать Вы, наверное, не читаете фантастику В детстве я зачитывался ею А вы? Да, лет до 18 И я сижу здесь И перелистываю у меня Все эти старые истории Севернутое время Севернутое пространство Нашествие инопланетян Мы ведь не знаем, осталось ли там что-нибудь С такой-то облачности Да, не знаем Так может быть до Бангора А без диспетчеров мы ничего не узнаем Может, чуть-чуть опустите нас, чтобы взглянуть? Нет Это слишком опасно Без диспетчерской, без связи с другими самолетами Можете надо мной смеяться Мне не до смеха, приятель Совсем не до смеха Ну, предположим Мы проскользнули В другое измерение Как в фантастическом рассказе Как мы узнаем, что там? В смысле, в этом мире, на месте Нью-Йорка, могут быть скалистые горы Небеса вроде такие же Здесь все так А там, кто знает А кто знает, это очень опасное состояние для пилота Что ж, пока летим дальше Правильно И ждем Опять правильно Что ж, вы капитан Три правильных ответа подряд Что видно? Солнце взошло Вот и все А что на Земле? Ничего не видно Кругом одни облака Может, оно и к лучшему Может быть Тебе лучше? Немного Я не хочу лезть Не в свое дело Но... Что? Спрашивай, что хочешь Почему вы соврали, что летите в Бостон? Как ты узнала, что я солгала? По вашему голосу Я многое слышу Может, потому что я слепая? Я не знаю Но я знаю, что вы вообще-то не лжете Я бы услышала разницу Я хочу Нет Я хотела встретиться Коя с кем С неким Дэроном Кросби Как вы с ним познакомились? Да, именно поэтому я и смутилась Поэтому и солгала Я с ним не встречалась Мы начали переписываться через журнал знакомства И он понравился мне В смысле Мне понравилось, как он писал И как он выглядит на фотографии Поэтому я согласилась прилететь в Бостон к нему Как странно Лететь через всю страну к человеку С которым вы ни разу не встречались Да Но я вдруг поняла Что это никак не связано с мистером Кросби Дело во мне Я больше не хотела осторожничать Я пыталась вырваться из оков моей жизни И устроить себе приключения Что ж Пожалуй, на такое приключение я даже не рассчитывала Вы очень красивая, Лорел Вы обязательно найдете то, что ищете Как вы думаете, все будет хорошо? Думаю, да Надеюсь Страшновато Что под облаками? Да и насчет Бостона я боюсь Моя мать вдруг решила, что было бы здорово, если бы я провела пару недель у моей тети Шоны На самом деле Шона должна была нацепить на меня ошейник Как только я сошла бы с самолета Какой ошейник? Не подходи к банкомату Не снимай 200 долларов Направляйся прямиком в клинику И сиди там, пока не просохнешь Раньше все было так странно Но теперь все почти так же Все это на самом деле Мне это не кажется, нет? Нет Все на самом деле Вам нужно в клинику, Беттани? Не знаю Наверное, нужно Раньше я думала, что просто веселюсь Выпивка, наркотики, без остановки Но теперь я не знаю Но когда меня так сплавляют, я чувствую себя, как свинья на бойне Я сожалею Да Я тоже Но сейчас не время думать о таких вещах Что ж Пожалуй, пора идти на риск Еще раз здравствуйте, дамы и господа Говорит капитан Энгл Мы летим над Атлантическим океаном Примерно в 48 километрах от побережья Очень скоро мы начнем снижение для посадки в аэропорту Бангора Позаботьтесь, чтобы ваши ремни были пристегнуты и затянуты Я начинаю снижение Сохраняйте спокойствие У меня все датчики светятся зеленым светом Я начинаю предпосадочные процедуры Вы умеете успокаивать людей? Вам нужно стать политиком Сомневаюсь, что сейчас хоть кому-то спокойно Мне не спокойно 950 все по-прежнему Скажу тебе прямо, приятель Я боюсь до чертиков Хочется схватить тебя и заставить поднять нас обратно Это ничего не даст, мы не можем оставаться здесь вечно Это я понимаю Я все равно боюсь того, что под облаками Или чего там нет Что ж, это мы узнаем вместе Думаю, сейчас нам лучше держаться вместе Может, прекратите? Это сводит меня с ума Ну, на земле мы хотя бы перекусим Знаешь что, Дайна? Что? Я очень не хочу туда вниз Очень не хочу Если вас это успокоит Не только вы не хотите туда Мне страшно То есть Мне Очень страшно Я могу потерять сознание Все будет хорошо Надеюсь Это обычная турбулентность, друзья Многим из вас она знакома Так что Сохраняйте спокойствие Что случилось? Что-то с самолетом? Мы разобьемся? Я так не думаю, милая Надеюсь, что нет Все будет хорошо? Все правда будет хорошо? Я надеюсь, милая Я надеюсь Боже, помоги нам всем Слушайте, Брайан Может, зря мы это Может, поднимемся и подумаем Нам не хватит времени и топлива Держитесь Держитесь Мы входим Нет, 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 нет Нет, нет Беттани! 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 Боже, что это было? Это тележка с напитками. Наверное, она врезалась в стенку. Всё хорошо, милая. Я не хочу умирать. Не хочу умирать. Всё хорошо. Если ты сейчас же не прекратишь, я возьму то, что осталось от этого журнала и засуну тебя в глотку. Попробуй, придурок. 915 метров. Где нижний предел? Не знаю. Он ниже, чем я надеялся. Ты меня успокоил. Опустимся ещё на 150 метров. Если мы всё равно не пройдём облака, я поднимусь и поведу вас в Портленд. Может, прямо сейчас? Нет, там погода почти такая же плохая, как здесь. Я начинаю думать, что мы ошиблись, друг. Мы пока не пробились. Что ж, нам остаётся. Уже 600 метров. Где-то под этой серостью на нас стремительно надвигается земля. Да, но мы ещё можем... Ну вот. Мы пробились. Всё хорошо. Всё хорошо. Мы пробились сквозь покрывало, дамы и господа. Через пару минут вы услышите глухой стук внизу, это мы выпустим шасси. Я продолжаю снижение над Бангором. Топливо. Пожелайте мне удачи, Ник. Желаю, приятель. Ещё как желаю. Что вы видите, Лорел? Мы на суше, и я вижу поле, лес. И кажется, пруд. Всё там, Дайна. Всё там. Я сожалею, мисс, но вы совершенно не правы. Я вижу аэропорт. Боже, какой красивый вид. Пристегнитесь, мы садимся. Диспетчерская Бангора, говорит, АП, рейс 29 пассажирский. У нас экстренная ситуация. Если на полосе кто-то есть, убирайте их, я сажусь. На полосе не горят огни. Сейчас я об этом не думаю. АП, рейс 30 пассажирский. Не забывайте я, но... АП, рейс 30 пассажирский. Они не думают, что я не верю. АП. АП. Такуй... Мисс Крэм. АП. Урова, это было. Обычная посадка. Пустяки. Дамы и господа, добро пожаловать в Бангору. Да! Спасибо за приветствие, мой друг. Я глубоко благодарен тебе, потому что, судя по всему, больше нас никто не поприветствует. Здесь совершенно, абсолютно никого нет. Не может быть. К сожалению, это так. Что теперь, Брайан? Сойдем с самолета и посмотрим, что к чему. После вас, командир. Хорошо. Что такое? Здесь пилот, который благополучно посадил нас. Дамы и господа, я вас уверяю, это была обычная посадка. Конечно, сущий пустяк. Мы не разбились. Отлично. Прошу минуту внимания. Я знаю, вы все смотрели в иллюминаторы, вы знаете столько же, сколько я. Исчезли не только пассажиры, но и экипаж этого самолета. Похоже, исчезли и люди на земле. Но логика позволяет предположить, что раз мы пережили то, что было, это должны были пережить и другие. Ошибочная логика. Думаю, в этой ситуации лучше всего действовать поступательно. И первым шагом мы покинем самолет. Я купил билет до Бостона, и я хотел бы отправиться в Бостон. Заткнитесь. Нам придется воспользоваться аварийным трапом. Я объясню, что нужно делать. Слушайте внимательно. Затем встаньте за мной в очередь. Что ж, наконец мы на земле. Знаете, Брайан, здесь воздух какой-то не такой. Он... В смысле? Не знаю. Отравленный? Нет, по крайней мере, я так не думаю. Просто он ничем не пахнет. Что? Что-то не так? Не думаю, что все хотят это знать. Но я хочу. Дорогая, здесь все в порядке? Нет. Здесь неправильно пахнет. Очень, очень неправильно пахнет. Милая, нам нужно все разузнать. Иного выхода у нас нет. Ты же это понимаешь. Почему? Почему это необходимо? Здесь никого нет. Мы в этом не убедимся, пока не проверим. Я уже знаю. Послушайте. Здесь нет ни запахов, ни звуков. Птицы не поют. Моторы не ревут. Ничего. Но... Но что? Ничего. Ну, что теперь, капитан? Вы мне скажите. Нам. Это скорее ваша вочина, чем моя. Вы понимаете, что я могу засудить вас за это? Я могу подать на авиакомпанию иск в 30 миллионов долларов, назвав вас главным виновником. Это ваше право, мистер... Туми. Крейг Туми. Мистер Туми. Вы знаете, что происходит с нами? Никаких оправданий. Мистер Туми. Это ужасно. Мистер Туми. Хватит разбазаривать время. Мистер Туми. Это ужасно. Просто ужасно. Пять с минусом и четверка. Четыре, черт побери. Ты что, хочешь всю жизнь копать траншеи? Но, папа, я... Никаких оправданий. Что это? Это Б. Оценка Б означает бродяга. Что случается с ленивыми бродягами, которые отлынивают от работы, Крейг? Их забирают лангалиеры. Они их не просто забирают, они их хватают и съедают. Они рвут на часть этих ленивых мальчишек своими сухими, голодными, клацающими зубами. Нет, папа, не дай им добраться до меня. Они доберутся до тебя, если ты не возьмёшься за ум и не перестанешь разбазаривать время. Они сожрут тебя живым, живым и вопящим. Вопящим, но ещё живым. Мистер Тумми. Мистер Тумми. Хватит разбазаривать время, Крейг. Мистер Тумми, вы меня слышите? Конечно, слышу. И я знаю, что случилось со всеми этими тупыми, ленивыми людьми. Их схватили лангальеры. Что? Вы знаете, как важна моя встреча в Бостонском сберегательном центре. Вы понимаете, что судьба экономики нашей страны может зависеть от этой встречи, на которой меня не будет? Это очень интересно, но сейчас у меня нет времени. Время? Вы-то что знаете о времени? Спросите меня о времени. Спросите меня. Времени мало, сэр. Как лучше попасть в терминал, Брайан? Думаю, через конвейер для багажа. Хорошо. Тогда пошли. Дамы и господа, вы идёте? Конечно. Пошли. Идёмте. Мистер Тумми. Не разбредайтесь, пожалуйста. Может, мы там поедим. Надеюсь, там есть ресторан. Этот Тумми сумасшедший. Не надо так волноваться, Дайна. Просто ситуация странная, поэтому всё кажется странным. В том числе стук ваших каблуков по цементу. Ты права. Звук слабый. Верно. Слабый. Словно в стуке нет силы. Путь свободен. Здесь что-то совсем не так. Берегите голову. Идите. Подождите меня там. Словно в стуке. Хорошо. Попробуем позвонить. Попробуем позвонить. Здесь продаются яблоки из штата Мэн. В чем дело? Прокат машин оформляем за 10 минут. Лучший в мире лобстер, лобстер из мэна. Прокат машин. Я тебя напугала? Немного. Вот так хоть немножко лучше. В самолете я боялась, что что-нибудь взорву. Простите, я бросил курить 10 лет назад. Не надо лекций, мне их хватило на всю жизнь. Нет, нет, нет. Я хотел попросить у вас сигарету. Спасибо. Спасибо. Альберт, сколько... Боже, вы давно не курили. Держите. Теперь я знаю, что завязал. Боже. Альберт, сколько на ваших часах? Без четверти девять. Да, на моих тоже. Но я им не верю. Кажется, сейчас куда позднее. И правда? Кажется, уже время обеда. С ума сойти. Просто мы долго летели. Девушка, я с вами не согласен. Мы летели с запада на восток, а путешествующий с запада на восток всегда ощущает смещение времени наоборот. Ему кажется, что прошло меньше времени. Я как раз хотел спросить вас об этом в самолете. Когда капитан сказал нам, что здесь должны быть другие люди, вы сказали, ошибочная логика. Но мне казалось, что все разумно. Мы все спали, и мы здесь. Похоже, это случилось четыре или семь по бангорскому времени. В таком случае большинство жителей города спали. Да. Да. Так. И где они? Бесполезно. Все молчат. Ни гудка, ни телефонистки, ничего. Можете к молчащим сам добавить молчащие телефоны, Брайан. Что будем теперь делать? Идемте наверх, там должен быть ресторан. Знаете, у вас одно на уме, мистер. Во-первых, меня зовут Руди Ворвик. Так, а не мистер. Простите. А, во-вторых, люди лучше думают на полный желудок. Таков закон природы. Я согласен с мистером Руди Ворвиком. Нам всем не мешало бы поесть. Почему бы и нет? Я уже начинаю чувствовать себя чертовым Робинзоном Круза. Вы что-то знаете, да? Возможно, а может и нет. Но могу дать вам совет. Девушка, берегите свои спички. Я вас не понимаю. Здесь должен быть киоск. Там полно спичек и одноразовых зажигалок. И все равно я вам советую, берегите спички. Подождите. Где мистер Томми? Какая разница? Отделались от него и хорошо. Простите, я не видел, как он ушел. Томми! Крэйк Томми! Где вы? Что-то не так. Нет эха. Как это? Не может быть. Здравствуйте? Они идут, сынок. Вангольеры идут. Нет. Никто не идет. Они идут за тобой. Ты плохой мальчик. У тебя была назначена встреча в Бостоне? И ты ее пропустил. Нет, я не виноват. Меня похитили. Никаких оправданий. Отлыниваешь от работы, значит, отлыниваешь от работы. Мне не нужна моя работа. Что? Мне не нужна моя работа. Мне не нужна моя жизнь. Ты давишь на меня с пятилетнего возраста. Хочешь проверить, не взорвусь ли я? Так вот, я взорвусь, отец. И мне плевать. Знаешь, что я сделал? Знаешь, я купил облигации на 43 миллиона, хотя знал, что они просто бумажки. Что ты сделал? Я нарисовал мишень у себя на лбу. Хватит с меня. Хватит. Возьми себя в руки. Так ты готов взяться за ум? Почему ты не можешь любить меня и оставить меня в покое? Любви нет места в общей картине. Ты посмотришь на общую картину? Или мне отдать тебя им? Нет. Их вообще нет. Нет, сынок, они есть. Нет. Они были здесь, и они вернутся. Они вернутся за тобой, ленивый слюнтяй. Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Ты можешь сделать все, что должен сделать, чтобы попасть в Бостон. Потому что если ты не пошевелишься, Крейги Вейги, они выгрузут глаза прямо у тебя из головы. Не отдавай им меня. Не отдавай, пожалуйста. Пусть они уйдут. Пусть уйдут. Хорошо? Хорошо? Тумми! Крейг Тумми! Служба охраны аэропорта. Хорошо. Пошли. Стойте. Что? Что? Там. Там. Я чувствую свет. Стекло тоже неправильное. Дайна? Я... Я что-то слышу. Там ничего нет. Дайна, тебе это кажется. Дайна, скажи, что ты слышишь? Я не знаю. Звук очень слабый. Я слышала его, когда мы сошли с самолета. Тогда я решила, что мне это показалось. Теперь я слышу его даже через стекло. Этот... Звук похож на рисунок. Звук похож на рисовый хлопья, когда зальёшь их молоком. Вы что-нибудь слышите? Ни черта я не слышу. Ни черта я не слышу. Она слепая. Она приучила свои уши выполнять двойную работу. Думаю, это истерия. Вы что-нибудь слышите? Ни черта не слышу. Она слепая. Она приучила свои уши выполнять двойную работу. Я думаю, это истерия. Дайна, о чём ты говоришь? Я говорил с Ником. Дайна услышала нас оттуда, от окна. У тебя потрясающий слух. Я слышу то, что слышу. Я слышу что-то там, в том направлении. И это ужасный. Ужасный и очень-очень страшный звук. Если ты скажешь нам, что это такое, это нам очень поможет? Я не знаю, что это. Я знаю, что оно теперь ближе, чем было. И нам нужно скорее покинуть это место. Что-то идёт сюда. Что-то издаёт страшный звук хлопьев. Дайна, в нашем самолёте почти нет топлива. Ну тогда его нужно заправить. Оно приближается, вы не понимаете? Оно приближается. И если мы не покинем это место до того, как оно доберётся сюда, мы все умрём. Я не хочу никому сделать больно. Не забывай, Крейг и Вейгел. Лонгольеры были здесь, и они вернутся. Лучше бы тебя здесь не было, когда они появятся. Иначе ты знаешь, что будет. Я знаю, что будет. Они меня съедят. Всего съедят. Это аэропорт. Здесь должны быть другие самолёты с топливом. Если мы найдём такой самолёт, вы сможете управлять им? Да. Но есть одна проблема. Куда именно нам нужно лететь? Прочь. Прочь от этого звука. Он ближе, чем когда ты впервые его услышала, Дайна? Я не знаю. Он пока далеко, но я не могу сказать точно. Тогда нужно сделать так, как советует мистер Лорлик. Давайте найдём ресторан, поедим, и тогда решим, что будем делать дальше. Кто назначил его главным? Идёмте за ним. Мне кажется, он в этих вещах разбирается. В каких вещах? Я точно не знаю, но... Я думаю, это стоит узнать. Ну, пошли. Ладно. Я умираю с голоду. Что тут у них есть? Что? 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 Я же говорила, что незачем беречь спички. Вы были правы, но давайте попробуем зажечь их. Конечно. Но зачем? Сейчас мы это узнаем. Вот, сволочь. Похоже, мы обнаружили ещё одну проблему. Можно вашей спичкой, Беттани? Одну минуту, дружище. Что именно вы знаете? Только то, что последствия этой ситуации шире, чем мы думали. Что тут у вас? Толком не знаю, но мне это не нравится. Даже с ней сильнее, чем я ожидал. Ну, расскажите нам. Я знаю. Он испортился. Ненавижу. Испортился? Нет. В этом я сомневаюсь. По часам видно, что холодильник отключился меньше пяти часов назад. Думаете, он не испортился? Попробуйте сами. Он не испорчен. Он просто безвкусный, словно жуёшь бумагу. Но я понимаю, почему вы решили, что он испортился. Он испорчен. Попробуйте пиво. Как оно вам покажется? Уже не хочу. Ну-ка, дайте мне. Я и тёплый выпью с удовольствием. Чёрт. Оно выдохлось. И безвкусное, как старый отстой. Это хорошо. Выдохлось. Это понятно. Принесите ещё пиво и прохладительных напитков из того холодильника. Ты больше не можешь валять дурака, Крейги-Вейги. Ты должен попасть в Бостон. И ты должен сделать это сейчас. Я не хочу стрелять, но выстрелю, если придётся. Я не хочу стрелять, но выстрелю, если придётся. Да, я выстрелю. Вы там, да? Вы сожрали всех никчёмных, ленивых людишек, и теперь возвращаетесь за мной. Но когда вы окажетесь здесь, меня здесь не будет. И я лечу в Бостон. Мы все согласны. Пиво выдохлось. Но почему? У меня есть идея, но прежде чем я скажу что-то ещё, я хочу, чтобы вы внимательно огляделись по сторонам. Попробуйте сказать мне, что здесь не так, как на самолёте. Кольца. Бумажники, сумочки, хирургические штифты. Ничего этого здесь нет. Верно. Верно на сто процентов. Как вы и говорите, ничего этого здесь нет. Но когда мы проснулись, эти вещи были в самолёте. Почему их нет здесь? Может быть, когда это случилось, здесь никого не было? Нет, что за чушь. Аэропорты, как и полицейские участки, как пожарное депо, в них всегда есть люди. Берегитесь, я что-то слышу. Мне не нужны проблемы, но я выстрелю, если придётся. Везите меня в Бостон. Что происходит? Везите меня в Бостон. Вы душите меня, прекратите, что вам нужно. Не вмешивайтесь. Успокойтесь. Или ты меня вынудишь, хватит ёрзать. Слушайтесь его, Беттани. Я не хочу стрелять, но выстрелю, если придётся. Хватит ёрзать. Нет, Альберт. Кажется, в меня попали. Альберт! Всё в порядке, Альберт. Альберт. Альберт, с тобой всё в порядке? Всё в порядке? Я тяжело ранен. Вы сможете остановить кровь? Думаю, ты выживешь, сынок. Вот тебе сувенир. Она лежала на полу. Она попала тебе прямо в грудь и отскочила. Я думал о спичках, надеялся, что выстрела вообще не будет. Это был очень храбрый поступок, Альберт. И очень рискованный. Боже, если бы я ошибся. Вы чуть не ошиблись. Будь выстрел сильнее, у него в лёгком была бы пуля. Всё в порядке? Вот как мы поступим, мистер Томи. Ты поступил очень храбро. Дайте верёвку. Невероятно. Это пустяк. Я хочу, чтобы он вообще не шевелился. Так, подержите его руки. Слушайте. Я его не убил, я ему сильно врезал. Он выключился, как лампочка, но он жив. Пульс сильный, чёткий, жить будет. Он очнётся с сильной головной болью, а пока будет разумно принять меры предосторожности. Обязательно так грубо? Да. Если вы хотите, чтобы он был не опасен. Вы же хотите, да? Вот так. Как мой отец завязывал рождественскую индейку. Накрепко. На чём нас так грубо прервали? Поднимите меня. Дайте мне встать. Дайте встать сейчас. Заткнись. Прекратите. Зачем вы это сделали? Слушайте меня. Вам нужно прийти в себя, мальчики и девочки. Мне некогда с вами нежничать. Дайна говорит, что к нам идёт что-то гадкое. И я ей верю. Может быть, мы не спасёмся, узнав, что это такое. Но я уверен, что незнание нас прикончит. И скоро. Кто со мной не согласен? Вот и славно. Мистер Дженкинс, продолжайте, пожалуйста. Простите, но я пишу о таких вещах, но никогда не принимал в них участие. До настоящего момента. У вас всё прекрасно получается, мистер Дженкинс. И мне нравится слушать вас. Так мне спокойнее. Спасибо. Спасибо. Очень приятно слышать такое, Дайна. Мне кажется, я нашёл изъян в наших размышлениях. И вот в чём он заключается. Начиная постигать масштабы этого события, мы все предполагали, что что-то случилось со всем остальным миром, но улики не подтверждают этого предположения. То, что случилось, случилось с нами. И только с нами. Я убеждён, что известный нам мир функционирует, как обычно, но это мы, десять выживших на борту рейса 29, потерялись. Пожалуйста, мистер Дженкинс, скажите нам, что вы знаете. Я невольно чувствую, что наше время быстро истекает. Да, конечно. Здесь беспорядка нет. Но в самолёте беспорядок. Здесь нет электричества, но оно есть в самолёте. Это не самый веский довод, но... Спички. Беттани зажигала спички в самолёте, и они хорошо горели. Спички здесь... Просто палочки. Напитки выдохлись. Еда безвкусная, воздух без запахов, а звуки не дают эхо. Затем сумасшедший человек стреляет из револьвера, пуля пролетает несколько сантиметров и теряет энергию. И, конечно, погода. Что с ней не так? Ну, на улице сильный ветер, мощные порывы, но... Низкие облака совсем не движутся. Облака словно застыли на месте. Я думаю, что механизм погоды останавливается или теряет завод, как старые карманные часы. Это подводит меня к самой сути проблемы. Всего 15 минут назад я сказал, что сейчас, кажется, время обеда, но сейчас чувствуется, что стало ещё позднее. Я чувствую, что сейчас часа 3-4 после полудня. И у меня есть ужасное предчувствие, что мы увидим сумерки ещё до того, как на наших часах будет без 10-10 утра. Пожалуйста, мистер Дженкинс, ближе к сути. Суть в том, что здесь мы имеем дело со временем. Не с пространством, как предположил Альберт. Скажем, периодически в потоке времени возникает дыра. Время не скручивается, а из него вырывается кусок. Во временной материи возникает прореха. Ничего безумнее я не слышал. Аминь. Мистер Гаффни, ситуация, в которую мы попали, поистине безумна. Продолжайте. Предположим, что такая прореха во временной материи иногда возникает. Она совпадает с одним из редких природных явлений, о которых сообщали. Например, с перевёрнутыми торнадо, круговыми радугами, звёздами среди бела дня. Северном сиянии. Что? Над пустыней Мохаве было северное сияние, когда мы вылетали из Лос-Анджелеса. Мы должны были пролететь сквозь него. Ну вот. Вот. Сияние над пустыней. Это подтверждает мою теорию. Если нам не посчастливилось влететь в него, и возникла прореха во времени, это значит, что мы уже не в нашем времени, дамы и господа. Я согласен с дамой, времени у нас мало. Давайте перейдём к выводу, мистер Дженкинс. Вывод, как мне кажется, заключается в том, что мы прыгнули на нелепо малый промежуток времени в прошлое. Скажем, меньше, чем на 15 минут. И теперь мы узнаём неприглядную правду о путешествии во времени. Нельзя появиться у техасского хранилища школьных учебников в Далласе 22 ноября 1963 года, надеясь предотвратить убийство Кеннеди. Нельзя своими глазами увидеть строительство пирамиды и падение Рима. Или собственноручно исследовать эпоху динозавров. Нет, мои друзья, путешественники во времени. Оглядитесь по сторонам. Вот оно, прошлое. Оно пусто. Безмолвно. В этом мире не больше смысла, чем выброшенные пустой банки из-под краски. Сенсорный ввод стал невозможным. Электричество уже исчезло. И само время скручивается по спирали всё быстрее и быстрее. А как же мы? Если это место скручивается, и мы застряли в нём, полагаю, мы скрутимся вместе с ним. Иначе мы перестанем существовать, как и другие пассажиры нашего самолёта. Мистер Дженкинс, звук, о котором я вам говорила, я снова слышу его. Он становится ближе. Намного, намного ближе. Пойдёмте к окнам. А вы пойдёте? Мы можем так же хорошо услышать это отсюда. Хорошо. Не подходите к мистеру Туми. Не подходите к мистеру Туми. Как вы думаете, что это? Еле знаю, что здесь это единственный звук. Он пока не здесь, но скоро будет здесь. Дайна права. Надо сматываться отсюда. Сейчас же. Но куда мы полетим? В Атлантик-Сити? На Майами-Бич? В Клуб Здоровья? Капитана, вы полагаете, что нет такого места, куда мы могли бы полететь? А я думаю, я надеюсь, что вы ошибаетесь. Но сначала вопрос. Можно ли заправить этот самолёт даже при отсутствии электричества? Топливные резервуары рядом с самолётом, они должны быть полные. Но если мы заправим самолётом, что дальше? Мы поднимемся в воздух. Звук идёт с востока. Прорыв во времени был в нескольких тысячах миль западнее. Вы можете пройти по первоначальному курсу? Могу, но зачем? Может быть, прорыв всё ещё там. Вы не понимаете? Мы можем пролететь сквозь него. Возможно, это идея, Брайан. Возможно. Да, возможно. Или невозможно. Потому что на этом самолёте мы никуда не полетим. Почему? Если его можно заправить... Помните спички? Из чаши в ресторане, что не зажигались. Что? Что с ними? Поймите, спички не зажигаются, пиво выдохлось. Топливо не будет гореть. Оно такое же выдохшееся, как и всё в этом мире. С таким же успехом можно заправить самолёт патокой. То есть, нам отсюда не выбраться? Этот звук приближается, а мы здесь застряли? Субтитры создавал DimaTorzok Кафе и магазин Облако. Вы говорили о лангольерах, мистер Туми. Что это? Дайна, не разговаривай с ним. Не волнуйтесь. Никто ребёнка ничего плохого не сделает. Я и того парня не хотел убивать, просто я был напуган. А вам не страшно? Страшно. Но я не беру заложников и не стреляю в подростков, когда мне страшно. Туши. Кто такие лангольеры, мистер Туми? Я всегда думал, что это выдумка, но теперь я начинаю в этом сомневаться, потому что я тоже слышу их. Этот звук? Это лангольеры? Я не знаю, что ещё это может быть. Расскажите мне о них. Ну? Мой отец говорил, что лангольеры это маленькие существа, которые живут в кладовых, в канализации и в других тёмных местах. Как эльфы? Нет! Не как эльфы. Боюсь, они совсем не такие милые. Он говорил, что у них есть только мех, зубы и маленькие быстрые ножки. Ему очень нужны быстрые ножки, чтобы настигать всех плохих маленьких мальчиков, как бы резво они не болтались. Прекратите. Вы пугаете её. Нет. Я могу распознать выдумку. Кажется, Лорел хочет сказать, что я пугаю её. Мой отец говорил, что лангольеров тысячи. Их должно быть так много, потому что миллионы плохих мальчиков и плохих девочек болтаются по всему миру. Как он любил это слово. Он обожал это болтаться. Наверное, потому что оно означает бессмысленное, бесцельное, непродуктивное движение. Потому что лангольеры бегут. У них есть цель. Вообще, можно сказать, что лангольеры – это воплощение цели. А что такого плохого делают дети, что лангольеры бегают за ними? Я рад, что ты задал этот вопрос. Потому что, когда мой отец говорил, что кто-то плохой, он имел в виду, что этот человек ленивый. А ленивому человеку нет места в общей картине. Потому что в моем доме можно было либо быть частью общей картины, либо отлынивать от работы. И если ты отлынивал от работы и не был частью общей картины, тогда лангольеры пришли бы и вырвали тебя из картины, вырвали без остатка. Он говорил, однажды ночью ты будешь лежать в постели и услышишь, как они приближаются к тебе хрустяк, лацая. Хватит, прекратите. Хорошо. Вы наверняка боялись своего отца, мистер Туми. Вы выиграли сигару, мисс. Я был в ужасе от него. Он умер? Да. Он отлынивал от работы? Лангольеры добрались до него? Да. Мистер Туми. Что? Я не такая, какой вы видите меня. Я не уродливая, как и все остальные. Откуда вы знаете, какой я вас вижу, маленькая слепая мисс? Я могла бы вас удивить. Хорошо. Что будем делать теперь? Я не знаю. Боже, какой он красивый, правда? Да. Особенно по сравнению со всем остальным здесь. Брайан, сколько именно топлива у нас осталось? Когда мы приземлились, его было меньше 2300 литров. Чтобы вернуться туда, где это случилось, мне нужно минимум 45 тысяч. Похоже, то, что происходит, ускоряется. Что ж, я вернусь в ресторан. Мне не нравится, что дамы так долго одни с этим банкиром. Пошли. Подождите. Альберт? Альберт, что такое? Капитан Энгл. Капитан Энгл, идите сюда. Кажется, я решил нашу проблему. Капитан Энгл. Что они делают? Они убрали горку и приставляют к двери трап. А теперь они поднимаются. Вы точно не знаете, что они задумали? Я лишь знаю, что Альберт будто сошел с ума. Он все говорил, что самолет больше там. Я ничего не поняла, это был какой-то бред. Я надеюсь, что они поторопятся. Потому что бедный мистер Туми прав. Лангольеры идут сюда. Милая, их придумал его отец. Может быть, когда-то это была выдумка. Но теперь уже нет. Ну, Альберт, показывай. Улика А. Спички из ресторана. Снаружи все меняется. Темнеет. Вот что изменилось. Как там мистер Туми? Представляете, он уснул. Вот и все. Нам больше нечего здесь сделать. Подождите, я что-то почувствовал. Запах серы. Я тоже. Попробуй другую, Альберт. Видите? Видите? Вы понимаете, что это значит? Мы захватили с собой наше время. Это прошлое. Здесь и повсюду, к востоку от прорехи, через которую мы пролетели. Но настоящее все еще здесь. Оно осталось внутри этого самолета. Вот почему он выглядит ярче, более живым, как и все остальное здесь. Браво, Альберт. Браво. Браво. Попробуйте пиво. Понюхайте. Боже, пахнет пивом. Налейте же его. Ждать и волноваться вредно для сердца. Эй, вы спите? Продолжение следует... Значит, спички действуют, а пива нет. Что это значит? Очевидно, вещам нужно немного времени, чтобы догнать нас. Превосходно! Лучшее пиво в моей жизни. Вы правы. Просто сказочно. Попробуйте газировку. Господа, кола сегодня очень и очень хороша. Вот сегодня. Господи, уже стемнело. Вы должны стеречь психа. Не волнуйтесь, он все еще спит. Черт, какой жуткий звук. Похоже на рой взбешенных термитов в банке с деревянной стружкой. Думаю, надо проверить мистера Туми. Я беспокоюсь о нем. Если он без сознания, мы ничем не можем помочь ему. Я не думаю, что он без сознания. Я даже не думаю, что он спит. Хорошо, хорошо, пошли посмотрим. Слушайте, я думаю... Господи, где он? Вряд ли... Тихо. Там. Он прячется там. Зачем ты? Откуда вы знаете, мистер? Я ничего не слышу. Я слышу. Я слышу его сердце. Он убьется очень быстро и сильно. Он до смерти напуган. Мне очень жаль его. Мистер Туми, пожалуйста, выходите. Мы не желаем вам вреда. Мистер Туми. Мистер Туми, пожалуйста, не бойтесь. Дайна? Ты... Нет. Нет, нет, Дайна. Держите его. Дайна. Дайна. Хорошо. Дайна. Я позову на помощь. Она не маленькая девочка. Она не маленькая девочка. Она не маленькая девочка. Она главный лангольер. Она зовет сюда других лангольеров своими мертвыми слепыми глазами. Маленькая мерзавка. Ты гений, Альберт. Ты это знаешь? Ты чертов гений. Это пустяк. Я видел, что происходит со спичками бетани и подумал... Скорее, идемте. Успокойтесь. Пожалуйста. Кажется, она умирает. Успокойтесь, кто умирает? Дайна. У нее наживая рана в груди. Ее ударил мистер Туми. Черт подери. Альберт, пойдешь со мной. Брайан, прогревай двигатели. Не глуши их, пока я не вернусь на борт. Мистер Дженкинс, смотрите, чтобы не появился мистер Туми. Идем, Альберт. С вами все в порядке? Уходите. Уходите отсюда. Не разговаривай. Старайся молчать. Хорошо, Дайна? Привет, Дайна. Не волнуйся, милая. Мы тебя мигом подлечим. Больно? Да. Больно дышать. Хочется кашлять? Да. Нет, я не знаю. Лучше не кашляй. Старайся не обращать внимание на это щекочащее ощущение. И больше не разговаривай. Слушайте меня. У нее внутреннее кровотечение. Если мы не вытащим лезвие сейчас, и очень быстро она захлебнется своей кровью. Мистер Орвик, принесите шесть скатерти из бара за углом. И побыстрее. Что вы делаете? Беру подходящий хирургический инструмент. Не боитесь крови? Если надо, я выдержу. Хорошо. Будете мне помогать. Ладно. У тебя все будет хорошо, Дайна. Ты у меня будешь как новенькая, я тебе обещаю. Они уже близко. Вам надо торопиться. Я знаю, милая. Я знаю. Правильно, Крейги Вейги. Сиди здесь в темноте. Я тебе скажу, когда будет пора действовать. Хорошо, папа. Как скажешь. Так, нам нужны носилки, чтобы донести ее до самолета. Альберт, ты и мистер Графни, ищите носилки. Мистер Графни, за этой стойкой вы найдете два очень острых ножа. Можно взять одну скатерть? Да, зачем? Я вам покажу. В детстве мы играли в Индиану Джонса. Сделали такую штуку, я ее чуть не сломал руку моему брату. Помните, ваша задача не поймать мистера Туми, а найти носилки. И несите их сюда скорее. Ясно? Если через 10 минут ничего не найдете, возвращайтесь сюда. Мы понесем ее так. Если у нее внутреннее кровотечение, ее нельзя поднимать. Больше ничего не остается. Ее нужно доставить на самолет. У меня есть всего 10 минут. Я знаю, но если у нее кровотечение... Лорел, он прав. Пошли, сынок, поспешим. Как ты себя чувствуешь, Дайна? Очень больно. Я знаю, милая. В тебе же стрел маленький кусочек лезвия, мне нужно вытащить его. Ты это знаешь? Да. Мне страшно. Мне тоже, Дайна. Мне тоже. Сложите скатерти квадратами как можно плотнее и встаньте на колени поближе ко мне. Мистер Уоррик, снимите ремень. Я схвачу лезвие и вытащу его. Как только оно выйдет, кладите на нее эту материю и жмите сильнее. Вы меня поняли? Да. Боже, помоги мне. Не смейте, не смейте проявлять слабость, сестра. Давайте, давите изо всех сил. Вы поняли? Да. Сильнее. Посмотрим там. Думаешь, закрыто? Есть лишь один способ проверить. Эй, парень, смотри. Носилки. Берегите, он здесь! Ты тоже один из них? Лангольер. Что об тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прости. Мне очень, очень жаль. Я должен сделать это. Если бы ты видел все моими глазами, ты бы меня понял. Дэн! 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 Я лечу в Бостон! Я лечу в Бостон! Я лечу в Бостон! Я лечу в Бостон! Поднимите ее Вот так Мы тебя держим Пояс Вы слышали? Это Туми напал на нее Живо пояс Так, руки не убирайте Давите, я пойду вниз Хорошо? Пожалуйста, будьте осторожны Буду Это удается мне лучше всего Вы отлично справились Спасибо, Лорел Не убивайте Его Почему? Этот гад ударил тебя ножом Я знаю, что он нужен нам Вы понимаете? Он нам нужен Послушайте ее, Ник Все хорошо Все уже хорошо Последняя программа выполнена Ввести новую программу Да Обратный прогон 29-го рейса До Лос-Анджелеса Рассчитываю летный план Есть Капитан Энгл? Да Почему они до сих пор не вернулись? Не знаю Я спросила Боба Мистера Дженкинса Видит ли он какое-нибудь движение в терминале? Он сказал, что нет А если они все мертвые? Нет Я уверен, что нет Идите к нему на поле Если так вам будет спокойнее Вам страшно? Да Конечно, да Мне вроде стало легче Тяжело бояться в одиночку Программа составлена Спасибо, что выбрали Американ Прайд Всегда пожалуйста Они появились? Смотря что вы имеете в виду Я слышал нечто похожее на крик Перед тем, как вы вышли из самолета Надеюсь, у Дайны все будет хорошо Не знаю, рана у нее серьезная Вы видели капитана? Он там программирует приборы или еще что-то? Надеюсь Что это за звук? Я надеюсь, что мы никогда этого не узнаем Альберт? Альберт, все в порядке? Где мистер Гафни? Он в офисе службы сервиса Видимо, мистер Туми прятался там за дверью Он убил мистера Гафни Потому что тот вошел первым Если бы я вошел первым Он убил бы меня А потом Я убил мистера Туми Мне пришлось, понимаете? Он напал на меня Он где-то нашел другой нож и напал на меня Альберт 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 Ты сможешь взять себя в руки? Я не знаю Я прежде никого не убивал Я знаю Это ужасно, я тебя понимаю, поверь мне Но ты должен прийти в себя и поскорее Потому что этот звук Он приближается Ты его тостером? Он жив Да Сам проверь Он в отключке, но все еще с нами Давай найдем мистера Гафни Может и ему повезло Вы нашли носилки? Носилки, Альберт Да, нашли Молодец, пошли Уважай себя, защищай себя Не раскисай, Альберт Больше ничего не остается Не раскисай, и все будет хорошо Альберт Неси носилки наверх, и я сейчас приду Что вы хотите сделать? Вернусь в офис, посмотрю, нет ли там чего полезного Я вам не верю Ты не обязан верить, Альберт Неси носилки наверх, и я сейчас же приду И не оглядывайся Ты этого не заслуживаешь, ублюдок Не убивайте его Он нам нужен Вы понимаете? Он нам нужен Ник, вы идете? Да Через минуту ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не спешите, не так быстро Они идут Я помогу Альберт, Беттани, осторожно, не трясите ее Помогите занести ее наверх Ей очень плохо, да? Она без сознания, она еще жива Что с остальными? Гаф не мертв Туми считайте тоже Держите свой край выше Осторожно 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 Заносим сюда Осторожно Так, аккуратно ставим Пристегните ее Плохи дела Да, довольно плохи Она доживет до возвращения Откуда мне знать? Я солдат, а не хирург Черт подери Простите Простите Путешествие во времени Действует на нервы Правда? Не надо извиняться Пойду Заведу двигатель И попробую подрулить Как можно ближе К одной из заправочных станций А вы пока Вчетвером Подтолкните сюда Заправочную машину Она стоит на другой полосе Все поняли? Да Идите Беттани Мистер Уорвик Идите с ними Откатите трап Когда я встану на новое место Снова подкатите его к двери Мы вернем тебя домой Боже мой Боже мой, смотрите Уже начинается новый день Сколько прошло с тех пор Как стемнело? Меньше сорока минут Идемте Мы сейчас не можем об этом думать Крейг Крейг, Туми Дайте мне умереть Пожалуйста Просто дайте мне умереть Что будет с мистером Туми? Я не знаю Но когда дошло до дела Я сделал так, как сказала Дайна Оставил его без сознания на полу Вы Не хотели бы поужинать со мной Если мы вернемся в Лос-Анджелес Да Буду ждать этого с нетерпением Я тоже Если бы мы это видели Может быть мы с этим как-то справились бы Я так не думаю Все вместе Спасибо 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 Лестница. Вот она. Еще, еще. Хорошо, так. Беттани, идите сюда. Видите эту крышку? Откройте ее. Ник, достаньте это. Прикрепите сюда. Зафиксировали? Да. Так, баки. Сначала какой, капитан? Тот, что справа. Сначала какой, капитан? Что теперь, Брайан? С помощью двигателя я выкачаю топливо из резервуара. Сколько времени это займет? Не знаю. Час? Может быть, два. Надо поскорее. Не думаю, что у нас есть два часа. Даже часа, возможно, нет. Крэйк. 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 Вечно они ждать не будут. Вечно они ждать не будут. Лангарьеры позаботятся об этом. Ты должен встать, Крэйк. Ты должен. Ну же, Крэйк. Вставай. Сюда, Крэйк. Они все ждут тебя. Простите, мистер Туми. Несмотря на то, что вы сделали, мне жаль вас. Но вы нужны нам. Пожалуйста, поторопитесь. В чем дело, Брэйн? Двигатель отведали нового топлива, и оно им не понравилось. Черт. Что вы можете сделать? Буду заставлять два двигателя качать топливо, и буду надеяться. Все отключается. Нужно подождать, пока топливо не нагонит наше время. Возможно, нам повезло, Брэйн? Да, возможно. Что происходит? Все хорошо? Возможно, у нас есть шанс. Ты привела их ко мне, да? Председателя совета, директоров компаний. Всех. Да. Но вы должны поспешить, а то они решат, что вы не придете и уйдут. Сюда, Крейг. Все они ждут вас. Скорее. Дайна говорит во сне. Кажется, она бредит. Лириан. Я не знаю. Возможно, она умирает. Я думаю... Поторопитесь, пока они не решили, что вы не придете. Может быть, ей привиделся этот Туми. Она раньше называла его имя. Да. Если вы хотите, но поспешите. Я знаю, что вам больно, но вы должны поспешить. Она бредит, да? Нет, я так не думаю. Я думаю, это как-то связано с... С чем? С тем, что она сказала Нику о мистере Туми, о том, как он нужен нам. Пока не мешайте ей. Ей нужно поспать. Боже мой. Надеюсь, что мы скоро улетим. Спасибо. Спасибо, что привела их ко мне. Это мой последний шанс. Это мой последний шанс порвать с отцом и со всем остальным. Да, я знаю. Но вы должны поспешить. Пожалуйста, скорее. Хорошо, хорошо. Хорошо, как скажешь. Что это было? Звук такой, будто упало дерево. Но ветра же нет. Верно, нет. Что происходит? Ничего. Смотрите. Нужно бежать отсюда сейчас же. Пусть это прекратится. Пожалуйста, пусть это прекратится. У нас совсем мало времени, Брайан. Долго еще? 15 минут. Раньше закончить нельзя? Точно нельзя? Мне нужно 22 700 литров на каждое крыло. Ни капли меньше, иначе мы упадем и сгорим. Скорее, Крэйг. Посмотри на меня. Встань, Крэйг. Встань. Посмотри на меня, Крэйг. Они прибыли сюда из Бостона ради встречи с тобой. Скорее, беги к ним, Крэйг. Скорее. Скорее. Беги к ним, Крэйг. Скорее. Беги отсюда. Беги от самолета. Беги к ним сейчас же. Хорошо, отстегиваем шланги и летим отсюда. Мистер Томми! Это мистер Томми! Что он делает? Не думайте сейчас о нем. У нас нет времени. Мистер Томми, наконец-то. Как мы рады, что вы смогли выбраться к нам, Крэйг. Итак, докладывайте, Крэйг. Расскажите, сколько денег вы заработали для нас. Хотите знать, сколько денег я заработал для вас? Хотите знать, сколько денег я заработал для вас? Да. Я вам скажу, сколько денег я заработал для вас. Ничего я не... Нет, Крейг. Заткнись. 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 Скажи, что ты потерял деньги, что это была ошибка, случайность. Нет. Я ничего для вас не заработал. Я ничего для вас не заработал. Я потерял деньги для вас. Я потерял ваши деньги. Я потерял 43 миллиона долларов. И я сделал это преднамеренно. 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 Ты дурак. Ты глупый дурак. Нет. Нет. Что он делает? Больше ты меня не напугаешь, отец. Ланголеры вообще не существуют. Ты их просто выдумал. Нет. Где я? Хорошо. Теперь бежим отсюда. Что это? Господи. Нет, отец. Боже. Нет. Скорее. Шевелитесь же. Шевелитесь. Нет. 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 Поехали! Нет, Крейг! Может тебе и кажется, что ты бежишь, но на самом деле ты болтаешься! Нет! 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 Папа, нет! Пусть они уйдут! Пожалуйста, пусть они уйдут! Я буду хорошим! Я буду хорошим мальчиком! Я обещаю, я буду хорошим мальчиком! Пусть они уйдут! Пусть! Пристегнитесь, пристегнитесь! О, нет! Пусть они уйдут! Пусть они уйдут! Что это? Они пришли к мистеру Туми! Точнее, туда, где был мистер Туми! Если бы Туми не вышла из терминала, они сожрали бы нас и самолёт! Она знала! Она как-то это знала! Теперь мы знаем, не так ли? Что? Что мы знаем? Мы знаем, что бывает с сегодняшним днём, когда он становится вчерашним. Он ждёт их! Он ждёт их! Часовых вечностей! Они всегда позади! самым эффективным образом почищают флам, пожирая его! Мистер Туми знал о них! Он сказал, что это лонгольеры! Нет! 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 Давай же, давай! Хорошо! Минимальная скорость отрыва 240 километров в час! Убирайтесь отсюда! Они нас достали? Достали! Давай! Подъём, подъём! Давай! Мы выбрались! Взлетели! Давай! Что случилось? Мы падаем! Нет, мистер Орвик, сядьте и пристегнитесь! Всё будет хорошо! Всё! Папа... Папа... Не смей открывать. Не волнуйся. Не буду. Не волнуйся. Не волнуйся. Будем надеяться, что дверь, в которую мы проникли, все еще там. Если она там, мы попробуем пролететь сквозь нее. Я пойду вперед. Пойдете со мной? Нет, я останусь здесь, с ней. Хорошо. Ну что, ты уже нам условил? Вы не забыли? Нет, я не забыла. И не забуду. Я тоже. Держись, Дайна. Пожалуйста, держись. Что будет, если топливо испортится? Ты знаешь, что будет, Беттани. Да, я знаю. Мы упадем, и точка. Хочешь поцеловать меня? Да. Ну, тогда давай. Дольше ждешь, позднее получаешь. Время ускоряется, да? Я думаю, что через некоторое время, дни и ночи будут заменять друг друга со скоростью затворов этого аппарата. Мы все летели в Бостон по разным причинам. Вот вы зачем, Ник? Признайтесь, час настал. Почему бы и нет? Что значит государственная тайна, когда видишь, как рой пушечных ядер сворачивает мир, как коврик? Я армейский спецагент, Брайан. Я выполняю разные задания. Некоторые из них безгрешные, некоторые невероятно гадкие. В Бостоне есть человек, в некотором роде политик. Этот человек, для удобства я буду звать его мистером Обаньяном, он очень богат, Брайан. И он активно поддерживает ирландскую республиканскую армию. А еще он идеалист самого опасного толка. Из тех, кто не желает видеть бойню своими глазами. Вы должны убить его. Если придется. У нашего мистера Обаньяна есть много влиятельных друзей в Америке. Некоторые из них наши друзья, поэтому убийство мистера Обаньяна является серьезным политическим риском. Но при нем есть очень симпатичная пташка. Вот ее я и должен убить. Чтобы предостеречь его? Да. Чтобы предостеречь. Ну, хватит обо мне. А вы? Что за груз вы хотите сбросить со своей груди? Я? Нет. Мне нечего скрывать. Ну, может быть, есть одна вещь. Моя бывшая жена погибла при пожаре в Бостоне. Вот почему я возвращался. Наш брак закончился скверно. Мы ругались из-за детей. Я хотел их, она нет. И я сделал то, что... не предполагал когда-нибудь сделать. И я хотел извиниться перед ней. Я слишком долго ждал. Она не дождалась меня. не надо слишком мучить себя из-за этого. Конечно, она простила вас. Если мы выберемся отсюда, если вернемся, вы сделаете это. Убьете девушку. Нет. Хватит ночных приключений для сына миссис Хоупвелл Николаса. Если мы благополучно переживем это, чем я слегка сомневаюсь, я, пожалуй, уйду в отставку. И чем займетесь? Ну, я всегда могу стать пилотом. Лорал. Дайна. Старайся не разговаривать. Мы летим обратно. Я тебе обещаю. У тебя все будет хорошо. Не беспокойтесь обо мне, Лорал. Я получила то, что хотела. Дайна, не надо разговаривать. Я видела. Я все видела глазами мистера Туми. Сначала все казалось ему таким гадким, но... в конце стало лучше. Пожалуйста, Дайна. Не разговаривай, хорошо? Я видела вас, Лорал. Вы такая красивая. Особенно ваши глаза. Все было таким красивым. Даже мертвые вещи. Это было так прекрасно. Просто, понимаете... Видеть. Дайна. Дыши, Дайна. Пожалуйста. Пожалуйста, Дайна, дыши. Дыши. Пожалуйста. Пожалуйста. Я все видела глазами мистера Туми. Все было таким красивым. Даже мертвые вещи. Это было так прекрасно. Просто... Понимаете? Видеть. Я тебя понимаю. Девочка только что умерла. не дождалась операции. Да. Не дождалась. Лора держится? Да, более-менее. Она вам нравится? Да. На моей родине кое-кто рассмеется, узнав, что я влюбился в симпатичную девушку. Но это так. У нее сильный дух, Брайан. Если мы вернемся, я желаю вам удачи. Но нам надо подумать, как нам вернуться. Да? Мы примерно вот здесь. И здесь должна быть прореха во времени. Хотите посмотреть отсюда? Конечно. Только бы знать, на что смотреть. Думаю, вы узнаете, когда увидите. Если увидите. Что-то не так. Что-то не так. Что-то совсем не так. Но я не могу сообразить, что. Брайан? Да. Кажется, я что-то вижу. Боже всемогущий. Брайан. 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 Нет. Да, получается. Дамы и господа, мы нашли то, что искали. Я проведу нас через самый центр, и мы узнаем, что на той стороне. Стойте! Стойте! Сейчас нельзя! Стойте! Стойте! Не волнуйтесь, я им займусь. Стойте! Стойте! Надо развернуться! В чем дело? Мы не можем лететь туда. Успокойтесь. Что происходит? Разворачивайтесь. Мы все умрем. Слушайте меня. Мы все спали. Понимаете? Мы все спали, когда попали в прореху. Черт подери. Поразворачивайтесь, Брайан. Сейчас же. Поразворачивайтесь. Ааааа! Ник. Да. Вы целы? Да. На мне бывало и получше. Я сломал руку. Мы прошли мимо? Да, но почему? Мы столько летели. Мы прошли мимо? Да. Едва ускользнули. Отлично. Это громкая связь? Да, что происходит? Слушайте меня. Мы только что пролетели мимо прорехи. Нам невероятно повезло. А я был невероятно глуп. Я объясню. Когда мы впервые пролетели сквозь прореху во времени, все на борту, кто не спал, исчезли. Черт. Сейчас мы не спим. Логично предположить, что если мы опять пролетим сквозь прореху, бодрствуя, мы тоже исчезнем. Это все. Это все? Это все? И что прикажете с этим делать? Мы все должны заснуть. Как мы это сделаем? Я никогда в жизни не была так далека от сна. Я не знаю, что делать. Но если мы хотим попасть в эту дыру, нужно сделать это поскорее. Топлива нам хватит примерно на час, не больше. Но есть и другие аэропорты. Конечно, но такой крупный самолет они не примут. Нужно лететь только в Лос-Анджелеске, международной. И мне нужно поменьше мерить 35 минут, чтобы долететь туда. У нас максимум 20 минут на то, чтобы что-то придумать и пролететь сквозь дыру. Ну, как мы усыпим всех одновременно? Не забывайте самое главное. Даже если вы придумаете, как нас всех усыпить, кто посадит самолет в Лос-Анджелесе? Удача нам изменила, да? Окончательно. Должен быть какой-то выход. Должен быть. Нет? Контроль давления в салоне. Выход есть. Есть, черт побери. Что, Брайан? Я вижу, вы о чем-то думаете. Давление. Вот о чем я думаю. Конечно. Давление. Может, скажете, о чем вы говорите? Я говорю о том, чтобы понизить давление примерно до 7 фунтов на квадратный дюйм, до половины уровня моря. Тогда мы сразу потеряем сознание. Но остался вопрос, Лорел. Как мы проснемся? После того, как самолет пролетит дыру. Одному из нас придется бодрствовать, чтобы поднять давление как раз перед тем, как мы пролетим сквозь прореху. Таким образом, один из нас, один из нас должен умереть. Кто это сделает? Будем тянуть соломинки? Не надо. Я это сделаю. Нет. Почему именно вы? Почему мы не должны тянуть жребий? Почему не Боб, Альберт или я? Идемте со мной. Ник, осталось мало времени. Я знаю. Начинайте делать то, что необходимо. Идем. Лорел, у нас с тобой могло бы что-то получиться. Если я прав, скажи. Натаня со временем не осталось совсем. Да, думаю, ты права. Но мы не можем знать наверняка. Все упирается во время, верно? Время, сон и незнание. Но я наверняка тот, кто нужен тебе, Лорел. Понимаешь, всю свою жизнь я пытался разумно оценивать себя, но все мои оценки далеки от истины. Это мой шанс, я намерен его использовать. Не понимаю, о чем ты? Я хотел бы рассказать о себе все, но времени нет. Ты сделаешь для меня кое-что особенное, если выберешься отсюда? Да, конечно. Ник! Да, я иду. Слушай меня очень внимательно. Я собирался покончить с этим. Я принял решение. С чем? Это не важно. Важно, чтобы ты мне поверила. Ты веришь? Я не знаю, о чем ты говоришь, но я верю тебе, правда? Ник, мы летим к прорихе. Я уже иду, черт. Слушай, мой отец живет в деревне Флютинг. Это километрах в 30 к югу от Лондона. Спроси у него в любом магазине на главной улице. Мистер Холл. Старики до сих пор зовут его командиром. Иди к нему. И скажи, что я собирался завязать. Будь настойчива. Обычно, заслышав мое имя, он отворачивается и ругается. Ты сможешь быть настойчива? Да. Хорошо. Повтори ему то, что я сказал тебе, и скажи ему, что веришь мне. Скажи ему. Скажи ему, что я пытался сделать все, чтобы изменить то, что случилось у церкви в Белфасте. В Белфасте. Да. Если он не будет тебя слушать, скажи ему, что он должен выслушать из-за маргариток. Из-за того дня, когда я купил маргаритки. Когда ты купил ему маргаритки. Нет, не ему. Но сойдет и так. Ты запомнишь? Да, но... Но... Все хорошо. Большое тебе спасибо, Лорел. Ник! Мы что, будем задыхаться? Нет, нет. Немножко закружится голова, все поплывет, а потом ничего. Так, кто знает, может, я все еще буду здесь, гнутые пенцы не пропадают, да, Брайан? Все возможно. Ну, идите, садитесь. Ник, садитесь рядом со мной, я покажу вам, что делать и когда. Подожди секунду. Ты решил завязать? Ты принял решение. И если твой отец не будет слушать, я напомню ему о том дне, когда ты купил маргаритки. Правильно? Просто идеально. Это точно был поцелуй на дорожку. Чао, мы начнем? Давай. Давай. Я начинаю понижать давление. Проверьте свои ремни. Вам тоже стоит пристегнуться. Возьмите маску рядом с вами. Ник, вы знаете, что делать? Я знаю. Не бойся. Давай спи. Приятных сновидений. Альберт, обними меня, пожалуйста. Да. А ты обними меня. Ник, я просто хочу сказать... Спасибо. Пожалуйста, приятель. Это был незабываемый полет. Даже без фильма и бесплатных мимоз. Помните о Белфасте? За церковью. Акт искупления. Акт искупления. Господи. Как это... красиво. Ты прав, Брайан. Это красиво. Конечно. Может быть, здесь начинается вся жизнь. Колыбель творения и источник жизни. Из-за этой чертой нет никаких лангольеров. Регулятор подачи кислорода. О, Господи! Какая красота. 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 Лос-Анджелесский удаленный контроль Говорит Американ Прай 29 Повторяю 29 29-й пассажирский Диспетчерская, у нас экстренная ситуация Перестаньте Прекратите Сядьте, сядьте Мы входим в плотный коридор Да нет никакого плотного коридора Посмотрите сами Да, мы над Лос-Анджелесом Но что вы видите за стеклом? Я скажу вам Ничего Совсем ничего Ну-ка, пристегнитесь Здесь Пристегнитесь, дамы и господа Мы садимся Так Шасси Что? Нет Господи Топливо кончилось Держитесь Держитесь Будет жесткая посадка Держитесь Осторожно Вы врежетесь в эту машину Черт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я еще никогда так не рисковал Надо было разбиться Все, что мы предприняли Дайна Ник Все напрасно Здесь все так же Все то же самое Надо проверить, как там все Давайте выходить Давайте выходить На этот раз выберемся через кабину пилота Спасибо Что это за гул? Похоже на гудение электричества Нет Я не думаю, что это электричество Но я точно не знаю, что это Я такого звука раньше не слышал Давайте попробуем Пройти через служебный вход Стойте Что? Что такое, Боб? Что вы видите? Я вижу только пустынный терминал, но... Запахи? Пахнет топливом Маслом Резины С соленым воздухом Я все это чувствую Черт! Но это еще не все Слушайте Вы слышите? Что все это значит? Если все вернулось в норму Почему мы не видели огней, когда садились? Где люди? Что это за шум? Он приближается Попробуем войти в здание Подождите Я вижу, что вы что-то знаете В чем дело? Сначала я хочу войти в терминал и осмотреться Идемте со мной Пожалуйста, скорее Вот другая дверь Альберт, откройте Попробуйте, скорее Изумительно Просто изумительно Хорошо Слушайте Я думаю, это случится очень скоро И не думаю, что нам стоит быть здесь в этот момент Это может быть небезопасно Идемте Скорее за мной Что? Идемте Скорее Встаньте к стене Встаньте все Думаю, здесь мы в безопасности Тут не часто ходят люди Что произойдет? Когда мы пролетели сквозь временную прореху на восток Мы вернулись в прошлое Минут на 15 Помните, мы это определили? Да Теперь мы попали в будущее, правильно? На этот раз прореха перенесла нас в будущее Думаю, да Только мы вернулись не в мертвый мир, который ушел вперед без нас А в новый мир, который ждет своего рождения Смотрите Я не знаю, что это, но это восхитительно Мне это так нравится Думаю, это настоящее настигает нас Держитесь Нас может тряхнуть Смотрите Брайан, смотрите Папа! 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 Что? Я ищу вашу маму Смотри, новые люди Да Здорово Пошли, надо найти маму Вы слышали? Вы слышали, что она сказала? Да Это мы? Новые люди? Мы новые люди? Не знаю, но ощущение такое Это было потрясающе Это была самая потрясающая вещь на свете Круто Капитан, что нам теперь делать? Я хочу выйти наружу, подышать свежим воздухом Да И посмотреть на небо Да, но нужно известить власти Мы это сделаем, но сначала небо Может быть, по пути что-нибудь съедим? Почему нет? Мои часы остановились Мои тоже Пошли отсюда Если никто не хочет еще раз слетать на восток Не сейчас, но скоро До самой Англии Мне нужно повидать там кое-кого Во флютинге Старики до сих пор зовут его командиром О чем вы говорите? О маргаритках Я говорю о маргаритках Пошли Идемте Идемте, идемте Когда в следующий раз соберусь в Бостон Поеду на самом медленном поезде Боб, я вас понимаю Люди Люди, Беттани Я знаю, я так счастлива Да Да Композитор Владимир Харунжий Оператор Пол Мэйбаум Продюсер Дэвид Кейпс Фильм озвучен телекомпанией НТВ Плюс по заказу НТВ Режиссер Марина Ивашенко Звукорежиссер Евгений Сгодов Перевод Азнаура Катаева Текст читали Ольга Голованова, Ольга Кузнецова, Никита Прозоровский, Петр Гланс, Игорь Тарадайкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова